Действительно, проблема такого нейроинтерфейса, так называемого, когда напрямую мозг подключается к различным мультимедийным и компьютерным средствам, это проблема, которой сейчас ученые интенсивно очень занимаются, и область это довольно перспективная. Я думаю, что пройдет сравнительно немного времени, то есть меньше, чем мы предполагаем, до того момента, когда нам не понадобится клавиатура или какие-то еще девайсы, чтобы выходить в сеть, и, конечно, все это таит, с одной стороны, комфортизацию среды за собой влечет, но, с другой стороны, это таит и массу угроз, конечно, потому что если сейчас не защищена наша почта, наши социальные сети, наши профили постоянно взламываются какими-то людьми, которые потом рассылают спам, то в случае возникновения вот уже таких массовых девайсов на основе именно нейроинтерфейса, таким же незащищенным оказывается наш мозг, наша личность, наши сновидения, наши какие-то импульсы, желания, поэтому эти перспективы абсолютно нерадужны, и никто, я лично не хочу, чтобы мне в мозг влезали какие-нибудь хакеры, или тем более в мозг моих детей, поэтому хотелось бы верить, что человечество одумается и поймет, что вот эта сделка с интернетом, с технологиями, в основе которой лежит желание достичь комфорта, простоты, быстроты какой-то, это во многом сделка с дьяволом, за которую придется отдать свою душу и свою частную жизнь. Уже сейчас частная жизнь многих людей вдруг оказывается абсолютно сломана, вот недавно там учительница какая-то, да, с помощью компьютерной программы была сопоставлена просто случайная фотография женщины в соцсети и случайная фотография порно-актрисы. Они совпали, и какие-то вот эти хакеры, мастера, значит, работы с этими программами обнаружили, что батюшки мои, это же учительница в порнографии-то снимается, и все. И человек уволился, неизвестно, что у него там в семье произошло. Я понимаю, что сам факт того, что она снималась в порнографии, ужасен, да, но то, что это вот так обнаружилось, это как-то совершенно чудовищно. Кто знает, что еще будут способны делать вот эти вот там хакеры различные, когда, извините, интернет влезет нам прямо вот сюда.